Сейчас очень актуальна тема оттепили, и вы тоже ею занимаетесь, но когда мы говорим об оттепили в общесоюзном значении, все-таки, наверное, этот очень важный для армянского искусства период имел какие-то национальные особенности, о которых, кстати, никто не говорит. Можете их охарактеризовать? Ну, безусловно, вообще, действительно, я небольшую преамбулу себе позволю. Вот я, собственно, оказалась здесь по поводу выставки армянского импрессионизма. То есть, вот к какой бы теме мы ни прикоснулись, которая определяется армянским что-то, что-то, что имеет более такой глобальный смысл, да, будь то импрессионизм, оттепель или модернизм, или что-то еще другое. Мы всегда имеем в виду двойственность. То есть, безусловно, армянское искусство, культура имела и имеет свою специфическую логику развития, традиции. Одна из наиболее таких богатых традициями искусства республик в советском контексте. Ну, и в этом смысле очень интересно вот рассмотреть разницы и параллели между местными и национальными тенденциями и вот соотносить их с более глобальными и общесоветскими. Ну, собственно, когда мы говорим оттепель, мы подразумеваем чисто российское явление. И более конкретно даже могу сказать московское, потому что, ну, в общем-то, толчки шли из Москвы. И вот этот кратер пурлящий все-таки был в Москве. Ну, история всем хорошо известна. В 1953 году Йосиф Виссарионович скончался. До 1956 года в стране был переходный момент, хотя есть известно, есть сведения, что первые реабилитации полизаключенных начались еще до официального 1956 года, уже в 1952-53, но это все не оглашалось. Ну, и, собственно, вот официальный год, который считается началом оттепели 1956, это 20-й съезд. Тайный доклад Хрущева о культе личности, ну и так далее. Хотя на самом деле художественные процессы где-то в глубине, вот в скрытых слоях артистической среды, вот эти брожения, они, конечно же, начались намного раньше, чем был дан вот этот официальный толчок. Ну, программа Хрущева была нацелена в первую очередь на социально-экономические реформы, мы с вами это все знаем. Пошла мода на улучшение быта, обновление жизни советского человека, строительство жилья и т.д. и т.п. Это все очень активно пропагандировалось в искусстве, в литературе. То есть, по сути, как говорится, оттепель – это был соцреализм с человеческим лицом. Гибридная такая формулировка. В общем-то, соцреализм никто не отменял. Просто изменился курс от культа личности, от сталинской помпезы, искусство спустилось до простого смертного, до человека, до быта, до повседневности. И все, что происходило в стране, вся эта вот социально-экономическая подоплюка, это нужно было один к одному отображать в искусстве. На самом деле, командно-административный метод управления искусством, он не изменился. И даже очень интересно проследить, вот, предположим, речь лидера партии, директивы, указы, приказы и все такое прочее. Это все на уровне союзов художников обрабатывалось и превращалось в определенные темы и сюжеты, которые, как госзаказ, потом давались художникам. Социальный заказ приобрел новые формы, но еще более сильные. И вот все художники кинулись в сюжетно-тематическую картину. Это был обновленный такой соцреализм, который изображал быт трудовые будни простого советского человека. Такой оптимистический заряд, как у нас все хорошо, прекрасно страна цветет, рабочие будни для нас это праздник, все весело бегут на работу, ну и так далее. Безусловно, это так долго продолжаться не могло, потому что реальность была совершенно иной. С простому советскому человеку, как и прежде, жилось очень трудно. Это были послевоенные годы, в общем-то, хоть и десять лет прошло, но все равно. То есть это была эпоха двойственности. И очень скоро возник суровый стиль, который был, опять-таки, в рамках официального искусства, в рамках тематической сюжетной картины, был как бы реакцией на вот этот наивный и немного лживый хрущевский оптимизм. А что же происходило в Армении? Ну, как знаем, с одной стороны давали о себе знать наши довольно-таки богатые традиции, корни национальной живописи. Ну, в основном имеем в виду живопись, как основное направление в армянском искусстве, которое надо было возрождать, то есть возводить мосты от начала века, от до сталинской эпохи. То есть это десятые, двадцатые годы, это становление Советской Армянской Республики, годы относительной свободы в искусстве. Я уже не говорю о рубеже веков, когда, собственно, становилось армянское искусство 20 века. Эти традиции нужно было продолжать и возрождать после преодоления сталинизма. Это раз. Во-вторых, самое главное, основное, что определило лицо армянской оттепели из шестидесятничества – это национальные проблемы. Вот это и самое интересное. При всем при этом, вот в армянском искусстве, в живописи, как в Станково, так и в монументальной, не было традиции, я имею в виду чисто изобразительного языка, не было традиции исторической тематической картины в европейском или в русско-европейском понятии. То есть был, безусловно, в арке Суринянц, но который, как мы знаем, был представителем модерна, который был очень далек от академизма. И армянские художники во второй половине 20 века, вот в частности, с аркиз Мурадзян, о котором мы сегодня будем говорить, они как бы должны были очень быстро смобилизоваться и найти тот адекватный художественный язык, на котором можно было бы рассказать о национальной истории. Это, конечно же, был язык всё-таки реалистический, потому что историческая тема, тематическая картина – это всё-таки то проявление живописи, которое не может развиваться вне официального мейнстрима. И вот в Армении после хрущёвских ослаблений возникает новый мейнстрим, параллельный социалистическому, который, конечно же, уже к концу советской эпохи превратился в изжитую конъюнктуру. Это вот тот самый, так называемый, национальный нарратив. Тема геноцида, образ Комитаса, который превращается в некую иконографию. И ещё дальше и глубже копают армянские художники. Тема национально-освободительной борьбы, предположим, Сардарападская битва становится темой дня, Аварайфская битва ещё дальше, вглубь веков, к V веку. То есть армянские художники ищут и ориентируются на те точки в национальной истории, которые могли бы быть примером подъёма национального самосознания, которые могли бы воодушевлять народ на новый подъём. Ну а 60-е, как мы знаем, это небывалый подъём национального самосознания, которое в итоге вылилось в апоге 1965 года, протесты, узаконивание памяти геноцида и так далее. Параллельно с этими политическими процессами в искусстве происходит становление национального нарратива. Ну и Саркис Мурадзян, как один из первых оттепельных художников, непосредственно одним из первых обратился к теме геноцида. Но об этом говорить прямо было пока ещё невозможно. И что интересно, в Армении, в союзе художников конкретно, боялись артикуляции темы геноцида напрямую. Именно поэтому, когда Саркис Мурадзян свой знаменитый комитас в 1956 году хотел представить на декадной выставке армянского искусства в Москве, а это первое постоттепельное крупное мероприятие, мы знаем с вами, что была такая традиция, проводились в Москве декады литературы и искусства всех союзных республик. Это был как бы такой смотр или отчёт подданных республик в митрополии. И вот армянская декада 1956 года, то есть 20-й сест был в феврале, а декада – это июнь. То есть ещё очень-очень свежие настроения оттепели, послабления и так далее. И вот в этом контексте Саркис Мурадзян хочет представить свой комитас на этой декадной выставке. Армянское жюри ему это запрещает, они боятся. В итоге, ну, грубо говоря, по блату, по знакомству. Эта картина, тем не менее, приезжает в Москву, и оказывается, что здесь её принимают очень даже хорошо. Не только никто не преследует художника за то, что он затронул тему геноцида, но и наоборот. И этому, в общем-то, я думаю, что есть два объяснения. Во-первых, именно то, что общество московское, российское, в эти времена уже было охвачено веяниями 20-го съезда, оттепелей. То есть вот эти послабления, они уже как бы подготовили почву для того, чтобы можно было бы артикулировать тему деспотии вообще. И, во-вторых, вообще открытие армянской истории для москвичей было новостью. Это была действительно новость. И что интересно, в эти годы порывался ВАК, автор «Несмолкаемый колокольни». Был в Москве в докторантуре и работал над «Несмолкаемой колокольней». Во время этой декадной выставки в Академии художеств они порой с Аргисом Мурадяном встретились как раз у картины «Комитас». Это их очень сдружило. И по рассказу самого покойного мастера, с тех пор началась их тесная дружба. И вот эти брожения в среде армянской интеллигенции, которая была в это время уже за 9 лет до 1965 года, охвачена вот этой идеей, а как отметить 50-летие памяти геноцида. Вот эти темы, эти обсуждения, они бродили повсеместно. И между Парюрем с Эваком и с Аргисом Мурадяном тоже вот разгорелась тема, разговор на тему 50-летия геноцида. Ну, они были одними из активных участников этого движения, как известно. То есть вот такая совершенно не случайная, но совпадение. Вот Парю работает над образом «Комитаса», и художник Саргис Мурадян работает также над образом «Комитаса». Возрождение жанра национального пейзажа. То есть помимо тематической картины, жанр пейзажа всегда был первичным в армянском искусстве. Но пейзажный жанр сам по себе жанр невинный. Ну, казалось бы, никаких таких исторических, политических, социальных коннотаций он не позволяет. Но на самом деле, когда углубляешься в проблему армянского пейзажа, понимаешь, что подавляющее большинство в армянской живописи принадлежит именно этому жанру. А ведь на самом деле любой армянский пейзаж – это символ, это метафора армянской земли вообще. Это такая косвенная метафора потерянных земель западной Армении, потому что большинство армянских художников XX века либо непосредственно, либо их предки. Они ведь выходцы из западной Армении. Это те, которые не понаслышке знают о геноциде, которые знают, что там, за пределами их отчей земли. То есть пейзаж в подтексте имеет также и вот такое значение. Именно поэтому в 50-е, 60-е годы этот жанр снова возрождается. А что касается сугубо художественных особенностей, здесь надо говорить о пленере. И вот здесь тему подходит к импрессионизму. Почему выставка армянского импрессионизма имела такой сумасшедший успех, можно сказать? Потому что армянский пленер, но пленерная живопись – это живопись непосредственно на природе. Это то, что нам дали импрессионисты. То, благодаря чему они вот так освежили палитру. Традиция была, великая традиция передвижки. Это передвижные художественные выставки. А все дело было в чем? Государство командировало художников, то есть оно их содержало на выездные командировки, чтобы изображать быт, жизнь и трудовые будни армянских крестьян, рабочих и так далее. А на самом деле это был для армянских художников всего лишь повод для обретения творческой свободы. Потому что им никто не запрещал писать пленерные этюды. И это был феномен свободы, как говорится. То есть свобода от тематического жанра. Понимаете, вот именно поэтому в 60-е годы происходит новый всплеск армянского, ну, уже вторичного импрессионизма, можно сказать, импрессионизма в кавычках. Но, тем не менее, основа импрессионизма – это пленерная живопись. И это тоже оттепель. Я вот никак не могу не спросить о том, что вот как раз в этот период у Саркисяна, именно в период, когда он пишет «Природу», у него очень много образов юношества. У Мурадяна? У Мурадяна. Да, конечно. Причем очень драматично это все подается. Между ними всегда какая-то безмолвная, непонятная до конца драма. Ну, это чисто московский стиль живописи оттепельной. Дмитрий Сарабянов, очень крупный искусствовед, он называл это направление культ слабости. Тоненькие люди, худые, почти бесплодные, да? Та самая вот молодежь, юная, как юная поросль. У Мурадяна есть прекрасная работа с саженцами. Совсем еще молодые вот такие саженцы, без листьев и такие же молодые, тоненькие, как почти прозрачные юноши и девушки. То есть оттепель дала также вот такую иконографию, как метафорическое сопоставление человеческого тела с природой. То есть это еще одно такое направление в оттепельной живописи. Это было очень сильно в московской оттепеле. Освобождение от всего социального. То есть вот представление человека, как дитя природы, в первозданном виде. Именно оттуда вот происходит вот эта иконография тоненьких, худеньких юношей, как символ возрождения жизни, как символ новой жизни, нового поколения. И потом ведь был демографический фактор. Вместо Саркиса Мурадяна противоречивое. Но, тем не менее, он художник, безусловно, такой осевой. Потому что во второй половине XX века, именно в эпоху оттепелей в армянской живописи, он стал основоположником национальной тематической картины. Одним из первых, кто ввел в постсталинскую эпоху тему национальной истории на реалистическом языке, безусловно. Ну и художник, который вот стоял на водоразделе между официозом и становлением национального нарратива в искусстве.